Не смотри на меня так. Есть что-то выше, чем любовь. Говори со мной! Говори со мной! Я верю. Ты веришь? Тем более появилась надежда на то, что тебя вылечит. Ты ездишь по всему миру, а я жду тебя и верю. Верю, молюсь, и жду. Что я еще могу сделать? Ты вернулся после долгих обследований, убитый тем, что глухота твоя неизлечима. Пока нет точного понимания, что это, но это в голове. А глухота только печальнее следствию и точно будет прогрессировать. Этот процесс уже не остановить. Пуста! Слично, пуста! Ты пишешь письмо, братья. О, вы, люди, полагающие и толкующие, будто бы я злобен. Упрямый, мизантропичный. Как вы ко мне несправедливы? Вам не ведут и тайная причина того, что вам виниться. Сердцем своим разумом я с детства предрасположу к нежному чувству доброты. Я всегда был готов к совершению великих дел, но, господи, вот уже много лет нахожусь я в злосчастнейшем положении. И с года в год обманываюсь в надежде на извлечение, и в итоге принужден признать, что стою перед длительным недугом, освещение которого невозможно. Наделенный от природы, пылким живым темпераментом, питал даже склонность к развлечению света. Вынужден был и рану единицы вести за ноги. Мыслим или мне было признаться в слабости чувства, которое у меня в силу моей профессии должно быть развито в высшей степени совершенства, чувством, которым я раньше обладал, так и обладали, и обладают мне многие из представителей моей профессии. Нет, это выше моих сил! Я вынужден жить как останавливка, потому что я испытывал желчий страх перед возможностью обнаружить свое состояние. Ой, если бы вы знали, какое унижение доводилось в меня испытывать, когда кто-то, находящийся рядом со мной, слышал издалека звук флейты, а я в этот же самый момент ничего не слышу! Или он слышал пение пастуха, а я в этот же самый момент ничего не слышу! Господи, в такие минуты я был готов покончить с собой! Только одно и смыслилось. Оно меня удержало. У меня казалось немыслимым покинуть этот мир, пока я не исполнил все то, к чему я не принесла. И так я бы чего-то уже отгоршась. Терпение. Вот что я должен избрать с моим противодителем. И я обладаю бедем. Я уже принуждена стать философом, хотя для артиста это труднее, чем для кого-то. Если она придет раньше, чем я успею исполнить все то, к чему призван в искусстве, то, несмотря на жестокую судьбу мою, я посчитаю ее приход преждевременным. И я предпочитаю, чтобы она пришла позднее. Мир, надежда, которую велеял я, которую принес сюда с собой, одежда излечиться хотя бы до какой-то степени, потеря на тебя, но окончательно. Как зачах мне опали светляя синие листья, так и в администрации. Я возвращаюсь отсюда практически в таком-нибудь состоянии, в каком я привел сюда. Даже высокое мужество, часто вдохновлявшее меня в прекрасный вид, теперь исчез. Господи, Господи, позволь мне испытать хотя бы один день чистой, настоящей радости. Так давно и влечу Бога, мои друзья. О, когда, о, когда, о, Боже, позволишь ты мне испытать день чистой радости? О, когда, о, Боже, это слишком жестоко. Утром я почувствовала странное потягивание внизу живота, но сначала не обратила на это никакого внимания. Потягивания повторялись, и вечером сийнуха уже был голова. Я упала на кровать и смотрела в потолок. Такого утомления и усталости я не испытывала давно. Я быстро уснула, а на следующий день проснулась, уже понимая, что сын. Я не верила счастью, не просила, даже не мечтала. Сын, Я знаю, что рожу тебе, сын. У него будут твои глаза и походка. Да, ты еще ничего не знаешь, а наш мальчик уже живет у меня. И я ощущаю его всем существом. Уже люблю его. Первый раз за долгое время я гуляла по городу, наполненной особенным счастьем. Представляла, как сообщу тебе эту новость. Представляла твоим лицом. Впереди показалась маленькая деревянная церковушка. Я зашла в нее и в выступление, и целовала все иконы. Благодарила Бога за этот дар. Прошло две недели. До твоего приезда оставалось три дня. Я сидела на краешке кровати и разговаривала с нашим сыночком. Пела ему. Вдруг резкая боль! От меня жидкости вскочет! Что? Что это? Более слабо осталось судорог внутри. Дрожь охватила. Что это? Что со мной? Приступ повторился, но раз еще сильнее и больнее. Ужасная слабость. Тошнота. И тут пошла кровь. Кровь! Кровь! Нет! Господи! Господи, похрани! Господи, спаси! Господи, защити! Умали! Спаси! Нет! 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 Соропалась в тену! Не верю! Не верю! Нет! Кровь начала течь еще сильнее. Я упала на пол и тупо смотрела, как из меня понемногу уходит жизнь. И оцепенела от физической боли и безвыходности потери. Чувствовала, как пустота. Страшная черная пустота обволакивает всю мою душу. Все. Комет. Никогда не смеюся. Никогда не смогу жить, как раньше. За что? За что? За что? Кто здесь? Кто здесь? Все исчезнет в этом мире, как трава и цвет в полях. Нищей рубит царь в порфире, обратятся оба вправь. Ой, хохонюшки, хохоню, ходит барин за сахой. В три ручья он слезки льет, нашей кровушки не пьет. Исходила я все лавки, канев отцу не нашла. Утмуки за три булавки я приказчику дала. Среди всех болезней на земле есть особенная. Эта болезнь может поразить и человек, и животное, и даже растение. Всякая парня, зависимо от того, как ходит она по земле, плавает под водой или растет, сложно устроено или примитивно, осознает тебя и живет инстинктами. Всякое существо, состоящее с клиентом, может страдать от нее. Меня всегда охватывал необъяснимый клиент, и даже восторг предвелась к этой болезни. Она крайне жестока, немилосердна, ужасно мучительно, безобразно отбирает веру, лишает последней надежды, приносит скорбь и отчаяние, изобретательная и упрямка, противоречивая, долгопременная и скоротечная, вероломная, неопредсказуема, не знает мира, остроумно опустошает, коварно и ценично неизключимо, безумно слепая, не знает преград, пожирает все без оставления, кайфе наружу это разрушает, приждает снялись, пролезает волю, разделяет сняли, спорезы, безболослива, 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 безбрассного, убийства, незалонно, безболослива. Она дается человеку или как испытание, или как спасение, возможность через боль обрести искупление. Правда, мне никогда не было понятно, почему одно и то же может быть и награда, и наказание, вне зависимости от того, какой человек. этого я не понимаю. Слышала, что некоторые святые вымаливали для себя эту болезнь и считали ее милостью, особым знаком. Но те-то святые, они принимали болезнь смиренно и даже ждая ее. Слышала, что некоторые святые вымаливали для себя. Ты снова не хочешь меня видеть. Начался до боли знакомый, одинокий период длиной от неизвестности. Сколько еще дней я буду ждать твоего возвращения? Это не важно. Я буду ждать тебя. Это случилось в сумерке, во время моего закронического существования. В один из таких вечеров я, находясь в состоянии отчаяния, начала испытывать огромную ненависть к себе. С тех пор, как несколько ночей подряд, я стала видеть один и тот же сон. Мне снилось, будто бы я стучу из двери больницы с криком, мне больно, я больна, помогите! Но никто не откликается на мой крик. Я стучу, стучу, мне больно, скрашено, как вдруг. Дерь мне открывает врач. В белом халате и маске, которая скрывает практически все лицо. У него твои глаза и руки. Врач проводит меня до кабинета, на котором прикреплена надпись «Операционная». И спрашивает меня, что с вами. И я отвечаю, что у меня постоянно болит и очень ноет вот здесь. Я слышала, что вы можете вырезать эту боль. Да. В нашей больнице и правда проводят такие операции. Дождите минутку. Я жду. Жду, кажется, проходит вечность, как вдруг. До меня комната операционная открывается. И я начинаю видеть, как из нее вывозят людей на колясках. У всех одинаковое безразличие на лицах и пустота в глазах. Я спрашиваю его, что с ними, что с этими людьми? Он отвечает, это те, кого уже прооперировали. Потом проводит меня в кабинет, осматривает меня, потом пристально смотрит на меня и говорит, извините, у вас не оперативно. И тут я просыпаюсь в холодную панту. В этот день ненависть и отвращение к себе достигли своего апогея. Я постоянно слышала внутри себя свой собственный голос. Посмотри, кого ты превративаешь. Живешь здесь, как в замковом подвале. Не живешь, а существуешь. А все по имени чего, кого. Стал упражнен, я стала гнать. Я как голос, но он стал взрываться за крик. Я не стала, как мне спрятаться за крик. В очередь забрала свои вещи, оделась и вылечивая, вспомнилась и холодной строй. Ветский воздух на нас, его отмечает тормоз. Я бежала, не избирает дороги. Убегала, тупал, тянула, не отступала, вдруг. Бессмысленное, нежное, жестокое решение со света внутри. Бросить тебя. Оставься, не любить. И я направилась прямо к тебе. Ты открыл дверь. Я с порога смотря в твои глаза, ровно произнесла. И я пришла попрощаться. И я выложила. На твоем лице показалось что-то вроде твоей фирменной, высокомерной мухнулки. Это меня еще больше обозлило, и я сама не веря в то, что говорю, выпали. Ты просто обычный человек, не удавшийся жизнью, получающий огромное удовольствие от власти над людьми, которые любят тебя. И чем сильнее тебя любят, тем сильнее ты мучаешь, потому что не можешь простить им полноценную здоровую жизнь. Ты умираешь. Конечно, ты страдаешь, но никогда тебе в голову не пришло подумать, что иди, кто тебя любит, страдают, меня меньше. Ты просто больной, жалкий, садист, больше ничего. Будь ты проклад. Да я не милая. Твое лицо почернело. Я резко выгружаю, за хрупную дверь. Все кончено, кончено. Я отомстила, отомстила тебе за все. За мою одиночность, за твою жесткость, за неблагодарность, за мое унижание, и твои измены. Ведь я прекрасно знала, что-то страшное для тебя, Даня, без любых, одного человека. И я бежала и бежала. Бежала и бежала. Наконец упала на скамейку. Я расскажу вам сказку о гуттаперчевом человеке. Жил-был гуттаперчевый человек. У него не было ни рук, ни ног, ни головы. Все его тело состояло из одного большого сердца. Так вот, этот несчастный человек подвергался ужасной пытке. У него каждый день ливали капли за капли раскаленный свинец, капли за капли. Ему было больно, невыносимо больно, но он терпел, смиренно терпел. Он мог вместить в себе любое страдание. Ночью он умирал, на следующий день рождался готовый для новой пытки. Я расскажу вам сказку о гуттаперчевом человеке. Жил-был гуттаперчевый человек. У него не было ни рук, ни ног, ни головы, и все его тело состояло из одного большого сердца. Так вот, этот несчастный человек подвергался ужасной пытке. У него каждый день ливали капли за капли раскаленный свинец, капли за капли. Ему было больно, невыносимо больно, но он терпел, смиренно терпел. Он мог вместить в себя любое страдание. Ночью он умирал, на следующий день рождался готовый для новой пытки. Я расскажу вам сказку о гуттаперчевом человеке. Жил-был гуттаперчевый человек, у него не было ни рук, ни ног, ни головы, все его тело состояло из одного большого сердца. Так вот, этот несчастный человек подвергался ужасной пытке. У него каждый день ливали капли за капли раскаленный свинец, капли за капли. Ему было больно, невыносимо больно, но он терпел, смиренно терпел. Он мог вместить в себе любое страдание. Так и мы страдаем, мучились и живем. Ведь самое невыносимое в жизни то, что все и я сидела и чувствовала, как отвращение разъедает меня изнутри. Отвращение, отвращение к себе. Я ненавидела себя за свою подлость, слабость, низость, как в руках. Случайно увидела вдалеке купола с забора. Я резко вскочила и ринулась к храму, распахнула дверь. В центре стояла деревянное распятие, я упала на колени, разрыдалась, как вдруг тот самый мучивший меня голос произнес во мне. Верь, 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 верь! И я оглянулась. Возвращение я стояла к женщине. Мне глаза светились каким-то особенным цветом, как в детстве смотрела на меня моя мать. Вдруг женщина произнесла, в отчаянии можно дойти до самого друга. Стань, вытри слезы, ты там, где я должна быть. И вдруг мне стало так спокойно внутри, я почувствовала, будто бы кто-то обнимает всю мою сущность. Я припала к распятию и пролежала так какое-то время. А когда встала, я оглянулась, женщина где-то не была. Я вернулась в нашу комнату успокоена и полная сил служить тебе. Ты принял меня обратно. Все очень просто. У тебя рамка головного мозга. Впереди только смерть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова